Так, всем привет! По названию ролика вы, наверное, уже догадались, о чем будет идти речь в данном видео. И для начала давайте попробуем представить себе, сколько же планет внесолнечной системы существует в нашей галактике. Для этого попробуйте ясной ночью посмотреть на звезды. Их бесчисленные множество. Естественно, все звезды нашей галактики вы не увидите невооруженным глазом. Да и число звезд в Млечном Пути мы знаем примерно, а именно около 200 миллиардов звезд. Допустим, что в среднем вокруг каждой из этих звезд вращается хотя бы одна экзопланета. То тогда выходит, что в нашей галактике огромное количество экзопланет. А теперь представьте себе, сколько галактик во Вселенной и сколько может быть экзопланет. Но человечеству понадобится тысячи, а то и возможно миллионы лет, чтобы зарегистрировать все эти экзопланеты и добраться хоть до некоторых из них. Экзопланеты Экзопланеты – это планеты, обнаруженные за пределами Солнечной системы. По состоянию на 3 августа 2019 года подтверждено существование 4103 экзопланет в 3056 планетных системах. 665 из них имеют более одной планеты. На сегодняшний день существует несколько методов для их обнаружения. Открытие подобных планет в несолнечной системе уже не вызывает какого-то ажиотажа в научном мире, а является чем-то обыденным. Еще в 2012 году в журнале Nature вышла статья, где ученые в течение 6 лет выясняли, насколько распространены планеты в галактике Млечный Путь. И они пришли к выводу, что звезды, имеющие планеты – это скорее правило, чем исключение. Экзопланеты можно обнаружить, используя следующие методы – транзитный, спектроскопический и метод микролинзирования. Однако, все эти три метода не совсем приспособлены для изучения маленьких и относительно далеких от своей звезды планет, вроде Земли. Экзопланета, о которой дальше пойдет речь, была открыта еще в 2015 году с помощью транзитного метода, как и большинство планет вне Солнечной системы. Этот фотометрический метод позволяет определить радиус планеты, в то время как приведенные ранние методы позволяют получить информацию о массе планеты. Если планета проходит перед диском звезды, то ее наблюдаемая светимость немного падает, и эта величина зависит от относительных размеров звезды и планеты. Грубо говоря, транзитный метод также дополняет другие методы обнаружения внесолнечных миров. Но при этом наблюдатель должен оказаться под нужным углом к орбите планеты, иначе транзит просто не удастся увидеть. Ему еще и нужно очень тщательно проанализировать падение яркости. Ведь чем экзопланета меньше, тем меньшую тень она создает, и тем труднее отделить вызванное ею снижение блеска звезды от случайного шума. Для того, чтобы удостовериться, что это не шум, а планета, нужно повторить наблюдение за планетной системой данным методом. Но не все так просто. Если планета находится на далекой орбите вокруг своей звезды, то для повторного наблюдения нужно несколько десятков, а возможно и сотен лет. А если орбита находится слишком близко, наблюдать ее можно часто, но с большей долей вероятностью там высокая температура, нет воды. А вода, как мы знаем, является основным компонентом жизни на Земле. Очень часто мы слышим в новостях, что нашли экзопланету, где возможно наличие жидкой воды. Однако, как же ученые узнают, есть ли на этой планете вода или нет? Конечно, прямым наблюдением через телескоп, какой бы он мощности сейчас не был, мы не можем заглянуть на поверхность внесолнечной планеты и посмотреть, есть там вода или нет. До сих пор все данные о наличии воды в составе атмосферы землеподобных экзопланет основывались на теоретическом моделировании. Зная тип и светимость звезды, для каждой звездной системы можно обозначить условную зону обитаемости, то есть диапазон орбит, где на поверхности потенциальной экзопланеты возможно существование воды в жидкой форме. Если дополнить эту информацию данными о глубине и частоте падения блеска при транзите, можно вычислить орбиту, массу, диаметр и примерную плотность тела, что даст представление о соотношении на экзопланете газа и твердого вещества. В результате, если объект по всем имеющимся данным относится к небольшим каменным телам в зоне обитаемости, то можно обоснованно говорить об обнаружении экзопланеты с возможным наличием на поверхности жидкой воды. Ведь сама по себе вода редким веществом во вселенной не является. Сложнее найти условия для поддержания ее в жидкой форме. Но как оказалось, есть и другой метод, более точный для обнаружения воды в атмосфере планет. Это анализ спектра светозвезды при транзите. И 10 сентября 2019 года в журнале «Нэйти» появилась публикация, где международная группа астрономов с помощью данных телескопа Хаббл впервые в истории обнаружили в атмосфере экзопланеты K2-18b водяной пар. Они использовали космический телескоп Хаббла, чтобы наблюдать, как планета проходила перед своей звездой, временно уменьшая ее свет в 8 различных случаях. Ученые проанализировали, как изменился цвет светозвезды, когда он проникал в атмосферу планеты. Они объединили это с данными космического телескопа Спицер, который исследует больше длин волн света. Проанализировав все спектральные данные с обоих телескопов, ученые пришли к выводу, что в атмосфере экзопланеты присутствует водяной пар. Вероятность ошибки очень мала, говорят ученые. K2-18b вращается в обитаемой зоне вокруг звезды K2-18 в 111 световых годах от Земли. Звезда K2-18 – это красный карлик. Красные карлики довольно сильно отличаются от других звезд. Масса красных карликов не превышает третьей солнечной массы. При этом температура фотосферы красного карлика может достигать около 3000 градусов Цельсия. Звезды такого типа излучают крайне мало света, в некоторых случаях в 10 тысяч раз меньше солнечного. При этом из-за низкой скорости сгорания водорода красные карлики имеют очень большую продолжительность жизни. Размеры K2-18b намного больше, чем у Земли, и она относится к классу суперземель. Она также имеет массу в 8 раз превышающую массу Земли. Это означает, что поверхностная гравитация на этой планете будет значительно выше, чем на нашей планете. По словам ученых, K2-18b является единственной на сегодняшний день открытой экзопланетой, где все-таки есть вода. Но данная экзопланета не является точной копией Земли. На нашей планете существует суша, тогда как K2-18b полностью покрыта водой и льдом. Также ученый предполагает, что в ее атмосфере может быть аммиак, метан и углекислый газ. Ну и после всего сказанного, наверное, у всех возникает единственный вопрос. Возможно ли там все-таки жизнь? K2-18b расположена очень близко к своей звезде, хоть и находится в обитаемой зоне. И время обращения экзопланеты вокруг своей звезды составляет всего 33 дня. Это значит, что она совершает обороты вокруг звезды и обращена к своей звезде всегда одной стороной, как система Земля-Луна, когда мы видим всегда только одну сторону нашего спутника. Но самое главное – это то, что планета вращается вокруг красного карлика. А как мы знаем, красные карлики – очень активные звезды. Нахождение экзопланеты вокруг звезды такого типа означает, что гипотетическая жизнь могла исчезнуть еще в начале формирования звезды, поскольку в начале своего жизненного цикла красные карлики очень нестабильны. И все равно, что бы там ни было, это большой скачок. Обнаружение паров воды и их скапливания уже говорит о многом. Также теперь ученые будут применять этот метод и на других экзопланетах, сравнив их спектральные данные с информацией, полученных с других телескопов. Да и вот-вот уже в начале 2020 года обещают, что на орбиту должен выйти мощный телескоп Джеймс Уэбб, который является наследником Хаббла. В НАСА считают, что благодаря телескопу нового поколения ученые смогут анализировать химический состав практически всех открытых на сегодняшний день экзопланет. Ну а мы на этом заканчиваем. Надеюсь, вам понравился этот ролик. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok